вышли на пахоту сегодня я вышел земля влажная дождя не было но большой туман стоит туманище капельки вседают на землю получается мокрото мокрото обычно я в такое время не пашу а пашу уже когда пошли первые первые заморозки тогда я выхожу на пахоту и пошел на зябь в этом году пойду раньше потому что вывез я гной вывез я гной на огород и его надо запахать в этом году буду пахать раньше чем надо бы вижу люди уже многие он запахались куда они спешат я не знаю смысла их действий но у меня этот год будет смысл такой что надо запахать навоз поэтому вышел я раньше положенного чем обычно и будем пахать зверюка стоит плуг отполированный сейчас начнем с начнем с так ну и прошлый год прошлый год пахал я от краев то есть я пахал в развал в развал в развал получилось у меня здесь яма по центру огорода площадь здесь у меня 6 соток под картошку буду сокращать картошку выращивать невыгодно буду две сотки наверно убирать на 4 буду сажать мне хватит картошки этот год 6 соток получилось где-то 800 килограмм килограмм продовольственной куча той посадочной немеряно в общем где-то я присчитывал если на гектар то 16 тонн в гектар нехти какой результат но и неплохой с учетом того что земля была неудобрена вот как показали сидираты засеянный что земля ни к чертовой матери неудобрена поэтому этот год удобрил вот ну к чему я получилось с прошлогодней развальной вспашки яма сейчас если я пойду опять в развал как прошлый год яма получится еще больше поэтому в этот год я буду пахать в свал два способа есть способов много есть скажем так при советской власти было два в свал и в развал сейчас их намного больше этих способов не намного но больше ну смысл в том чтобы не было ями один вот надо пахать в развал другой вот надо пахать в свал если пашется одна и та же площадь без изменений вот сейчас у меня яма 8 шагов вправо 8 шагов влево по центр площади ну и там закоулочки всякие остались значит если прошлый год развал значит этот год в свал иначе будет яма вот так вот так вот надо один вот так пахать один вот так пахать иначе ямы обеспечены на огороде ну шо ж приступим приступим разворачиваем коня и приступаем так ну и на первую борозду плух в сторону не смещается ставится ровно по оси мотоблок ровненько на секторе ровно посредине сектора это пойдет туда и назад туда и назад в таком положении пойдет плух чтобы навернуть вал свести две борозды в кучу так ну идем первую борозду сейчас пройду и там покажу так ну и второй раз идем прицелились хорошенько первую борозду прошли развернулись и делаем ложе для одного колеса и для второго ну и конечно каша сопло делаем назад вторую борозду но теперь лично я так делаю одно колесо вправо и роняю уже в борозду сделанную а плух смещаю влево потому что если его не сместить он пойдет здесь и будет засыпать эту борозду поэтому я смещаю чтобы он не засыпал борозду на правом колесе вот и таким образом получается что он у меня наворачивает то что называется свольным гребнем свольной гребень ну а дальше уже идет простая вспашка колесо в борозду и вперед в победе так гребень сделали строгий кривоватый ну ничего ну а дальше уже все стандартно ух справа справа колеса и пошли как обычная вспашка борозды для колеса сделали а дальше все как обычная вспашка с разворотами ну вот дальше уже вспашка в развал и свал ничем не отличается тупо циркуем пока очи не вылезут все глупая ночь на ощупь уже допакивал там огрех по моему оставил большущий ну все уже ни черта не видно будем сворачиваться ехать домой как то горем пополам допилили зацепить прицеп и чухнуть домой чухнуть домой шлить воду с трактором умыть морду завести машину и ехать на коньках кататься а то семья требует поехать на каток кататься на коньках 25 километров вилит катку 25 назад и час ездить а ну его в баре надо как то это пережить зато спать буду хорошо ой шо мой прицепчик кто б тебя вместо меня прицепил ну я млс ну а что ж я тебя зробил таким важким 200 килограмм пою машу ладно сейчас зацепимся и домой на сегодня хорош завтра посмотрим что мы там накрутили все до завтра так ну вот тушка получилось конечно этим стандартным планом так вот немножко не с руки есть много ну немного но есть кое где где он не запахался лежит на поверхности кое где такое случается ой сидирать немножко плохо запахал без гноя сидирал запахивается лучше это тут был свальной гребень вот на этом месте где я начинал видно это в одну сторону то в другую сторону пошел и можно сказать что площадь здесь на свальном гребне ровная получается тут я кусочек делал уже с другой стороной сейчас покажу что такое развальная борозда вот это вот развальная борозда получилось тут уже мотоблок двумя колесами идет уже ночь была не стал я этого убирать гребня ничего страшного но вот такая вот развальная борозда получилась здесь и на следующий год здесь будет яма так что пахать в развал конечно легче в том плане что к линиям не остается но есть такая вот бяка как канава которую весной надо загребать будет а при вспашке свал такой бяки нету но конечно в свал пахать немножко неудобно надо все хорошо рассчитывать иначе иначе ни холеры не выйдет вот такое дело ну ладно запахали этот навоз и хорошо конечно конечно я пашу всегда уже при первых заморозках это вот я пахал потому что надо было забрать навоз срочно и срочно его запахать поэтому раньше времени а так раньше первых заморозков на зябь я никогда не пашу и не вижу в этом смысл потому что все букашки всякое зверьё всякое вредители сейчас полезнее на глубину 40 сантиметров и там залегли в спячку чтобы не вымерзнуть зимой зяблевая вспашка предназначена одной из ее предназначения этих всех зябликов выморозить а чтобы их выморозить значит они должны уже лежать в спячке и вскрывается верхний шар грунта при том скрывается комковато вот здесь сейчас получилось не комковатая закрытая площадь нет комковатости грудочек нет больших вот поэтому эта вспашка чисто для запашки навоза это не зяблевая вспашка это не то что надо должны быть грудочки и воздух должен свободно проходить между грудочками вот есть у меня видео как прошлый год я пахал там правильная зяблевая вспашка комковатость должна быть большая воздух заходит на ту глубину на которой мы спахали зяблики сидят на глубине 40 сантиметров спахали мы на глубину 18 40 минус 18 там получается 22 сантиметра воздух холодный зашел и зяблики вымерли на такой глубине вот а сейчас зяблики еще не спят ворушат я их пошевелил мало того что вспашка не комковатая воздух не зайдет но даже если бы он зашел и была комковатая вспашка зяблики переместились бы ниже и не вымерзли поэтому ранее вспашка лично я так считаю это лично мое мнение она дурна работа смысл ее проведения нету пахать надо при первых заморозках уже как-то устойчивые первые заморозки пошли но земля еще не задубла потому что когда земля смерзнется вообще плугом не ухватишь надо угадать такое время когда вот уже и заморозки пошли устойчивые уже уже не будет оттепли но еще не схватилась земля полностью в комок железобетонный пахать даже в принципе можно под новый год когда оттепели у нас идут в наших краях бывает такое зимой есть оттепель земля растаивает даже зимой можно пахать ничего страшного в этом не будет ну и второе дело значит зяблевой вспашки самое главное преимущество это то что она собирает за зиму влагу ну чтобы она собрала влагу опять же надо чтобы была комковатость комковатость грудочки чтобы вода спокойно между грудочек затекала аж в нижние пласты земли здесь грудочек сейчас нет а их нет потому что во первых навоз во вторых земля еще не смёрзлась во первых заморозков не было земля еще рыхлая вот комочки не образуются комочков нету комочков нету земля влажная рыхлая комочков не получилось но деваться мне в этот год не было куда сидирать и показали что надо удабриваться а навоз надо было забрать сегодня я его забрал и запахал ну ладно этот год будет так посмотрим результаты на вес что там весной будет то и увидим так ладно пока все что там весной вот 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 и